МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Усім привіт! Наша знімальна група завітала до студії образотворчого мистецтва «Сонячний кіт» – палац у творчості учнів. Сьогодні ми будемо виконувати велику спільну колективну роботу. Приєднуйтесь до нас! Сьогодні ми малюватимемо чарівний ліс. Особисто для мене з дитинства ліс асоціюється з чеклунством та загадковістю. Лишень пригадайте сімох гномів. Троє поросят, козу-дерезу. Всі вони та багато інших казкових персонажей мешкали в лісі. Тільки в чарівному, вигаданому світі у звичайній рукавичці може поміститись весела юруба звірів. Або ж натрапити на чарівний будиночок із солодощів, скуштувати кисіль із зачарованої річки, або завітати до хатинки баби Яги. Магічні голубі гриби. Магічні голубі гриби. Здорово! Магічні животні. Магічні животні, да. Роза математики. Ух ты! Роза математики. А ну-ка давайте подумаем. А магічні животні – це які животні? Драконик вместе с волком? Синий кролик. Синий кролик. Дракон мне тут говорят. Кто еще, Анжей? Кролик с крыльями дракона. Ух ты, Дашенька. Да, еще мы вместе с хвостом кота. Ух ты, да. Двойной волк убийца. Ой, мне страшно, ты что? Еще и двойной, хорошо, хоть не тройной. Так, вот сегодня все это мы нарисуем. Після жвавого обговорення всі взяли в руки олівці та почали відображати на папері свої фантастичні задумки. Декілька хвилин усі плідно і мовчки працювали. Кожен намагався вигадати щось нове. Дивовижне, незвичайне, а іноді навіть зовсім чудернацьке. Навіть я спробувала намалювати те, що перше мені прийшло на думку. Ну, дуже захотілося внести частинку свого позитивного настрою у цю велику роботу. Доповнити образ колобка мені допомогла Настуся. Вона показала, як намалювати куметну шапочку. А поки всі були в творчому процесі, я вирішила пройтись по класу і ближче познайомитись з маленькими митцями. Дізнатись, що вони відображають. Моя юна помічниця зі своєї уяви намалювала високе дивовижне дерево. А як ти думаєш, якими кольорами буде твоє дерево? Якого взагалі воно буде кольору? Може, якесь незвичайний, чи буде зелене? Я ще не знаю. У семирічної Дар'ї дуже добре розвинута фантазія. Вона зобразила повсякденне життя чарівного лісу, де всі вигадані мешканці допомагають, піклуються один про одного. Встигла намалювати ёлку, цвіток. Вона в тебе наче жива, да? А чому ти вирішила її таку намалювати? Ну, це ж волшебний мир. А вона в тебе добрая или не добрая? Добрая, спящая. А как она спящая? У нее такі глаза широкі, так відкрила глаза. Так спит. Так, спит. А що там возле ёлочки? І що це у неї? Волшебний, ну, поливатель, щоб її поливати. Кто там? А ну, покажи, какой поливатель? Так це буде какой-то кувшинчик, чи це хтось буде? Така птиця поливає. Птиця поливає, да? А що ти ще нарисовала? Ну, покажи нам. Ще нарисовала волшебну рыбу, которая ходить по траве. Це у мене така рыба, которая летає. А це вже рыба, которая летає, да? Наверно, так та рыба бігає у нас хорошо, а це хорошо, наверное, летає. А вот це що таке? Це що я говорила, сонний цвіточек. Сонний цвіточек. Сонний цвіточек? А вот це у мене хрип. А вот это хрип такой, какой-то он худой у тебе. А що ти ще будеш рисувати? Или ти ще нічого не придумала? Ще не придумала. А не хочеш щось спонтанно придумати, може, що б ти ще нарисовала туда? Що там не хватає, да? Може, якось, якось, солнішко, або наоборот, це ночі відбувається. Я ще буду рисувати горы. І ще солнішко, луну возле нее. Так ти все вместе будеш рисувати? І солнішко, і луну? Ну, у тебя, наверное, действительно настоящая волшебная страна, раз у нас такого не бывает, да? Ярослав та Анжей також намалювали живі дерева. Але, не зважаючи на те, що хлопчики сиділи разом, і їх малюнки на перший погляд схожі, у кожного з них прослідковується свій сюжет. Тут живуть странні животні. Наприклад? Наприклад. Ну, хто у тебе там є? А ну, покажи. Наприклад, птиця-чайник. Дію, ана у тебе? А ну, покажи. Вот. А, смотри, точно похоже птичка на чайник. Вот у нього носик, да? Да. Ничего себе! Неужели с такой птицей можно пить чайник? Думаю, можна. А почему ты решила, что это дерево жизни? На нём так много живого именно. А, в смысле живого много? А, а вот это кто? Это кто-то свалит с этого живого? Нет. А что это? Это, наоборот, грифель-привідіння. Кто? Грифель-привідіння. У него две головы. По одному глазу, что ли? Да, на каждой голове по одному глазу. Он, кстати, король. А, да, я вижу, вон корона, да? А вот это что такое? То что, милиционер-карминал? Типа того. Милиционер-червяк. Милиционер-червяк, понятно. Специальная раскраска. А тогда вот это что такое? Сердце само. Сердце дерева? Да. Я не понимаю, а что, гриф хочет сердце забрать, что ли? Да. Или он его, наоборот, охраняет? Именно забрать. А чего он? Что, у тебя такой злой? Да. Ничего себе. А как ты думаешь, как закончится эта история? Получится у него или нет? Мне кажется, нет. А почему? Тут сильно много именно охранников. А он именно один. Ага. А где его помощники-призраки, кстати? Увы, нет. Живе дерево Анжея дуже відрізняється від попереднього малюнку. Ана. А, зубастая, глазастая. Вот цветы вот этой гигантской кошечки. А что это? И что, Анна, не надо деть по бокам? Нет. По горам. Она по горам ходит. Нет, не надо это. А что там еще на горячей? А что там еще на горячей? Не надо, это же нормально. Вот такое вот еще одно сердечко свое брали. Это не приятно. Понятно. А что вот это у тебя внизу? Вот это? Да. Вот это грибы вообще. Перепишу, хорошо. Каких они будут цветов? Голубых, но раз. Кто из нас в детстве не мріє про казковую кількість золотищев? Анюта тесьмаколыки видобразила на своему малюнку. Я, кто кажуть, намалювала Мрию. И что ты там рисуешь? Ану, рассказывай нам. Толшебное дерево с конфетами. Дерево с конфетами? А почему ты решила дерево с конфетами рисовать? Я нарисовала дерево с конфетами. Я тоже. Все нарисовали дерево с конфетами. А здесь я люблю конфеты. А какие ты любишь конфеты? Все. А кто тебя покупает? А кто любит очень конфеты? Не знаешь, кто тебе покупает конфеты? Не знаю. А ну, рассказывай, а почему у тебя? Оно желтое какое-то. Ну, разноцветное, потому что волшебное. Понятно. А что там будет еще? Что у тебя еще есть на рисунке? Голубой заяц с тройными ушами. Голубой заяц с тройными ушами? Да. А почему это с тройными? Крещу его с тройными. Наверное, чтобы лучше слышать, да? Наверное. А что там еще есть? Рассказывай. Трава со следами. Трава со следами. Это трава что, она ходит или по ней следы оставили? По ней следы оставили. А кто оставил? Трибольчатая кошка. Какая? Игольчатая кошка. Игольчатая кошка? Это она что? Как она появилась? Ну, вот так. Это ты ее сама придумала такой или она такая бывает? Я смотрела такой мультик, я там видела. А что за мультик? Винкс. Винкс, да? А что еще есть? Что-то еще нарисовала, может? Это белка с двойным хвостом. И с рогами. И с рогами. А почему она у тебя с рогами? Потому что волшебная. Вот уж волшебная. А что она еще умеет делать? Она может за один раз разрызть ароманную конфету. Это она что, специально пришла к этому дереву? Ну, она нашла эту конфету и покатилась ее в дупло. Это дупло я не нарисовала. А смотри, там я вижу, у тебя возле луны есть грибок. Да, лунный грибок летает. Лунный грибок, он летает, да? Он светится или не светится? Светится. И что, какого он цвета будет? Или он будет как обычный? Ну, он будет у меня синего цвета. А почему? Захотела. А вот это что такое? Это дерево с крыльями. Оно может летать. Да? Да. Будем надеяться, может оно к нам прилетит? С конфетами. Вот почему ты не знаешь, что тебе конфеты дай. Что тебе конфеты покупает, да? У тебя, наверное, дома есть такое дерево. Оно, наверное, прилетает, конфеты выбросала и улетела. Может быть? Нет. Нет? А кто же тогда тебе конфеты покупает? Не знаю, мама из бабушки. Малюнок Максима не міг не привернути моєї уваги. Він розповів, що любит играть на компьютері. Сюжет для свого малюнку взяв із улюбленої забавки. Але, звичайно, не обійшлося без фантазії. Это злий. Він захотів вкрасти, але пометив, что там девчина. А что он хочет вкрасти? Він хотів вкрасти сурикени. А сейчас у него на малюнок, это его думки? Да. А это, что она говорит. А что же вона мала сказать? Вона мала сказать, я сейчас подзвоню в полицию. Иди геть. То она что, захищает ее, или что? Ну, она просто пометила злого. И не хочет, чтобы он тут был. Это дерево жахов. Да, это что? Так похоже на ракету? Да. Ты вот специально так на малюнок? Да. Это дерево жахов находятся все жахи планеты Земля. И твои жахи? Ну, все. А у тебя есть жахи? Ну, расскажи, что ты боишься? Я страшилок не боюсь, але якщо дуже громко боюсь. А это что? Один раз уявлял себе героем пригодницкого фильму, або мультфильму. Чого только немає на его малюнку. Я нарисовал человека из фильма «Чужого». Чужой. Ух ты! Ты смотрел этот фильм? Половину. А почему половину? Просто тогда мне надо было уходить домой, это я был в гостях тогда. Понятно. Позавчера было. А почему ты решил нарисовать именно этого человека? Подумал. А что еще у тебя есть? Орк. Кто? Орк. А где ты такого увидел орка? Это я видел в двух фильмах. Ты, наверное, очень любишь разные фильмы, да? Я вообще-то люблю мультик «Скуби-Ду». Ага. А «Скуби-Ду» ты нарисовал тут или не нарисовал? Вот это «Скуби-Ду», этот черный самурай. Сегодня смотрела этот дракон, который его протаранил. Ничего себе! А на ком это они стоят? Я что не могу понять. Они не стоят. Вот этот летает, а этот стоит на драконе. На драконе? Это дракон? Он какой-то добрый или нет? Он белый. Но вообще-то это должен быть черным, если он этому подкоряется. А, значит, он хороший или нехороший? Нехороший. Нехороший, да? А его что-то одолеет или нет? Кто против дракона у нас? Вот этот вообще-то, он злой. И он его приручил. Ага. А этот добрый. У них двух супер-мечей. А что, у Доброго есть какие-то друзья? Кто ему будет помогать? Никто. А это он сам? А как ты думаешь, как же закончится эта история? Я видел эту историю, и его убили. Ага. Все-таки Доброго у нас побеждает, да? Да. Я нарисовал фонтан воскрешения. Кого? Фонтан воскрешения. Фонтан воскрешения? Если туда положить мертвого человека... Он воскрешится. ...то он воскрешится и станет живым. Это что, как живая вода, что ли? Ну, типа такого. Понятно. И кто это к нему идет? Что он несет? Знаете, что я тебе сказал? Это золотой меч. А это человек-свинья. Ага. Понятно. Вот так и видно, пятачок маленький. Маленький-маленький пятачок, да? Почему ты вот такого маленького нарисовал? Или у тебя все маленькие? Да, да. Они все маленькие. Все маленькие? А кого ты еще нарисовал? Она рассказала. Не все. Вот это вот такой вот дом, где растут шоколадки. Ага. А что на нем написано «Дом убийцы»? В нем живут монстры? Да. Монстры? Монстры живут и шоколадки поразвешивали. Это они, наверное... Приманка. Это приманка. Да. Они приманки. Ну, рассказывай, что там еще есть. А это привидение, которому на все пофиг. О, Боже, ты мой. А это волшебные ягоды. Ягоды? А чем здесь они волшебные? Ну, даже не знаю... Ну, даже еще не придумал, чем они волшебные. Давай, я тебе помогу. Давай. Вот, смотри, у нас вода, чтобы воскресить, да? А ягоды, чтобы уснул, да? Или еще что-то там. А, да, это приманка, чтобы заснуть. Это типа снотворная. Снотворная? А, да, снотворная. Сейчас страшно. А это дом... Сейчас вспомню, как я... А, да, это дом Бабы Яги. Понятно. Баба Яга есть или улетела? Улетела, улетела. Наверное, вот эта Баба Яга, да? Или нет? Ну, типа пытался нарисовать, но не получилось. Анастасии Сергеевне есть, чем пишутся. Благодаря ее стараниям, детские мрии и фантазии реализуются. Дети поринают у свят мистецтва. Роблять тут первые шаги, которые ведут их до достижения. У меня вот есть ученица, Настя Шилова, которая пришла ко мне в 4 года. Она участница в разных всеукраинских конкурсах. У нее в 6 лет она заняла первое место на всеукраинском конкурсе. В этом году она тоже заняла первое место на всеукраинском конкурсе. Ее картина «Моя семья» прикрашает классную комнату. Я уже 6 год рисую, я еще с детской подготовки сказки начала рисовать. Эта картина присвящена моей семье. Тут нарисована и моя мама, и я, и папа, и моя собака любимая. Картини на стінах классу не просто прикраси. За кожною из них чьи есть мрії, фантазии, своя маленькая история. Вони надихают, наштовхують на роздуми та спонукают до экспериментов у выборі палитри. Поки одни домальовують, інші приступают до розфарбовывания. Кажуть, що художники розмовляють фарбами. Цікаво, а про що ж може розповісти наше полотно? Кожен з кольорів у дитячому малюнку може нести в собі особливе символічне значення. Темно-синій – зосередженість і самоаналіз. Зелений – врівноваженість, наполегливість. Червоний – сила волі, підвищена активність. Жовтий – позитивні емоції, допитливість, оптимізм. Фіолетовий – фантазія, інтуїція. Чорний – протест або потреба в змінах. При цьому маленькі діти не вважають, що чорний колір похмурий. Це просто колір, яким можна зафарбувати всі інші кольори на малюнку. Виправити помилку, прибрати не потрібне. Розмалювати мого колобка мені допомогла маленька дівчинка Саша. Вона дуже любить яскраві фарби. Юна фантазерка не боїться експериментувати. Мабуть, тому її малюнок дуже різнобарний. Ещё є дві жарі птиця. А ну покажи, де вони. Вот і вот. Вот це і вот це, да? А чому вони у тебе такі зеліні? І не тільки зеліної, да? Це що, малинова і яка ціпка? Тому що це — красиві ціпка. Ти любиш у тебе ціпка? Тебе нравісі вони, да? А чому ціпка зіре кращі? Тому що мені красний ціпок теже праватся. Теже праватся? А які ще тобі нравяться ціпка? Мені всі нраві ціпка. Всі нраві? А ну, розпові. А ну, що тебе ще є таке інтересненьке? У мені ще є ціпка. Ну, покажи, де це не. А, вот этот, вот этот, да? И вот этот, ага, они у тебя такие разноцветные, да? А что еще есть? Кто вот это такой? Это зайчик. Зайчик, и что это у него в руках? Морковка и конфета. А оно что-то волшебное или не волшебное? Волшебное. А чем оно такое волшебное? Я не знаю. Не знаешь? Просто волшебное. Ну, оно где, в волшебном городе, да, волшебная морковка. А вот это, что это такое? Это гриб. А что это за гриб такой? Почему он такого цвета? Обычно, что наоборот. Это волшебный гриб. Волшебный? А чем он волшебный? Он исполняет все желания. А у тебя есть желания? Нет. Нет у тебя желания? Ты ни о чем не мечтаешь? Пока еще нет. Пока еще нет? А вот это, что это такое? Это пенек. Пенек, а на пеньке? Какая-то мордашка, да? Колобок. Колобок? У тебя тоже колобок? У меня колобок, и ты вот мне тоже помогала рисовать колобок, да? Да. А почему у тебя колобок желтый, а у меня колобок почему-то розовый? Это яркие цвета. Яркие? Ты просто хотела разные колобки нарисовать. Наверное, они родственники или не родственники? Родственники. Родственники. А кто они друг друга? Смотри, у меня большой колобок, у тебя маленький. Ну, друзья они. Друзья они? А вот это что такое? Это у него такие глаза, или это у него такие очки какие-то? Это очки у него. А очки? А почему они зеленые? Ну, просто это темный цвет, и он подходит для очков. Понятно, понятно. Вот эту конфету он держит, она какая-то волшебная или обычная конфета? Это обычная конфета. А ты любишь конфеты? Да. А какие? Все. А кто теперь покупает? Мама с папой. А бабушка с дедушкой? Бабушка покупает. А они просто так покупают, или ты заслужишь как-то? Иногда просто так, а иногда заслуживаю. Незважаючи на те, що тема була одна на всіх, наш спільний витвір мистецтва вийшов досить різнобарным. Кожен намагався розповісти фарбами свою историю, вділити свою мрію або віалізувати політ фантазии. В любові до фантазии учні схожі на свого майстра. Адже Анастасія Сергіївна також не проти поринути у світ уяви. Наше название «Солнечный кот», ну потому что, наверное, все любят котиков. У нас котики, или просто котики, которые дарят тепло, солнечные, тёплые и рыжие. Сегодня у меня были дети, которые у меня учатся только первый год. Они только-только начали заниматься, и уже смотрите, какие успехи. Сегодня мы делали коллективную работу. Это первая работа в этом году коллективная. Они никогда такого не делали. Я думаю, что всё хорошо получилось. Мы развивали фантазию на этом. Мы рисовали магический лес. И каждый сам должен был придумать, что же сделать такого необычного. Это первая работа в этом году. Как видите, гуртом малювати набагато цікавише. Спробуйте выстроить свой властный шедевр с друзьями или родителями. Фото своих работ надсилайте на электронную адресу, яку вы видите на экране. Найтикавише обовязково продемонстрирую в следующей программе. А наразі мы прощаемся с вами. Зустрінемось рівно за тиждень. Ба-ба-ба-ба-ба-ба! Зустрінемось рівно за тиждень. Зустрінемось рівно за тиждень. Зустрінемось рівно за тиждень. Зустрінемось рівно за тиждень. Продолжение следует...